приветствую гостей и подписчиков канала бодр 23 сегодня хотел бы обсудить с вами очень интересную важную тему это получение тысячи за вакцинацию и для чего и почему мы делаем данные прививки то бишь вакцинируемся как вы понимаете даже google посвятил этой теме свой дуду очередной который открывает данную страницу и как мы видим у нас процент полностью вакцинированных 28 и 9 ну 30 процентов почти треть от всего населения это конечно очень мало но лучше чем ничего как говорится мы для чего вакцинируемся в первую очередь господа для себя для своего здоровья а потом уже социальном обществе которые мы находимся это приносит пользу развивается иммунитет не только у вас а и коллективные и так дальше и тому подобное полностью вакцинированные меньше болеют естественно естественно переносит в легкой форме и вероятность того что вы перенесете летальный исход минимально поэтому господа каждый имеет свой разум свои свои мысли каждый первый друг своему здоровью и надеемся что здравая часть разума овладеет всеми и люди пойдут вакцинироваться а все нездравые мысли о побочных эффектах таких как чипизация 5g или прочие псевдо теории будут отброшены голосом разума ну мы это понимаем а кто не понимает я надеюсь поймет далее как вы понимаете и питремка стартовала и 13 числа началась бета-тест приема заявок из 19 числа для всех он будет открыт также сама примерно 20 21 числа должны текущего месяца декабря должны будет поступать первые выплаты ну я провел небольшую работу и уже активировал для себя это за скриншотивший предварительно без личных данных и будем сейчас планомерно смотреть что зачем и как идет как вы понимаете приложение дея поступает сначала вам предложение подать заявку и естественно вы ее одобряете от ремоты до помо нажимаем пункт и отправляются данные ваши на сервер потому что вы согласны получить данную поддержку и идет обработка но конечно в первый день 13 14 числа произошел сбой потому что много массовое пользование людей прошло и все поняли что действительно надо попозже это сделать поэтому 14 15 16 число было оптимальным для этого далее после того как вы кинули заявку вам приходит пилот 15 числа вот он не пришел 14 26 и так же само нужно подтвердить в данном уведомлении и получить уже действительно допуск к обработке в епидрымку в общем и данная программа называется епидрым как вы понимаете ну для этого нужно иметь ряд требований нужно иметь зеленый сертификат вам должно быть от 18 лет и нужно оформить карточку специальную для получения данных средств я выбрал из всех банков партнеров которые были предложены монобанк он же универсал банк хотя есть варианты других коммерческих банков такие как альфа банк приватбанк а банку каразбанк ну и перечень будет постепенно расширяться ну кто скачал приложение монобанк пошел по моему пути например приветствует дружественный интерфейс и нужно оформляться спадом делать фотографии паспорта вот первый разворот паспорта это начало и фотография далее после этого он требует естественно вторую страницу третью страницу разворот с местом регистрации с вашей пропиской ну и естественный нефикационный код это без него никуда но у меня данном случае еще и потребовала не просто сфотографировать нефикационный код а еще и ввести данные в него прописью помимо этого можно было бы другими способами зарегистрироваться для получения карточки можно было бы диапит если у вас есть это если у вас пластиковая иди карточка например есть у меня паспорт старого образца поэтому я мог только сфотографировать и переслать на момент хотя можно где версия 2.0 сразу же было это все оформить но конечно не у всех есть еще пластиковые документы переделанные из старых образцов поэтому работает и те и те способа получения данной карточки после всех манипуляций если сна документы были получены это пришло уведомление нужно было нажать продолжить и помимо этого была проверка данные полученных документов 2 минуты 3 или сколько там это проходило и после этого был получен кредитный лимит и карточка виртуальная карточка от моно банка которая является в интерфейсе но это не все получается банк не оформляет сразу вашу карточку и пит рынка оформляет вам свою карту и регистрирует вас как своего пользователя поэтому дополнительно нужно было подписать соглашение и пальцем своим указать роспись чтобы уже открыть карточку для или пит рынке естественно как вы видите анкета заяву и все остальное все прилагается все описание что вас ждет страхи и риски и т.д. и т.п. господа ничего тут страшного и рискового конечно же нету поэтому вы как клиент любого банка данный документ ты всегда подписываете все в открытом доступе но моно банк это первый банк конечно который является полностью в онлайне и все в принципе в нем работает отзывы о нем неплохие но самое важное что действительно моно банк и иди я действительно от одних создателей руба говоря той же команды плюс-минус и видно даже по интерфейсам у приложения что действительно сходные в них были так сказать им дизайнер это приложение дизайнеры ну и вот когда карточка уже открыта пишется она просто моно банк и питремка visa mastercard виртуальная карта не знаю возможно ли выпустить физическом образце по моему нельзя но виртуальную карту основной от моно банка можно заказать например стоимость 50 гривен для того чтобы физическую получить на руки но в данном случае я думаю и питремка будет виртуальном виде жить и дожидаться получение сюда тысячи гривен конечно же если напишут что вы имеете ограничения можете потратить на определенные виды услуг таких как жиды билеты перевозки и т.д. и т.п. книги спортзалы концертные мероприятия кинотеатры театры после того как данном и оформили в монобанке карточку вот она виза данные подтверждаем в приложении дия указываем карточку для выплаты и получить допомогу после получения допомоги получается вам успешно можно сказать добавляется очередь для получения и конечном итоге ждать зачисления стоит в вашем приложении ну если с на уведомление все остальное приходит вам вот эта основная карточка от побыла карточка и питремка пока баланс как вы видели у меня по нолям с 20 21 часа должны быть первые проплаты ну могу сказать очень замысловатая конечно система получения ничего тут нет не поспоришь ограничено по затратам с карточки как говорится на сигареты на выпивку и все остальное не потратишь понятное дело это контроль для получения и это поддержка определенных сфер бизнеса которые наиболее пострадали от последствий коронавируса последствий пандемии конечно в небольших городах до 90 тысяч населением не везде есть кинотеатры и возможность так массово потратить и сразу данные средства но в больших городах где есть инфраструктура конечно это допустимо поэтому конечно плюс минус могу сказать что я живу в небольшом городе 40 тысяч населения здесь нет кинотеатра но я надеюсь и будут другие возможности потратить данную тысячу например покупка книг и всего остального ну а если уже сильно горит желание как у меня то придется ехать в большие города это одесса или киев например для того чтобы эти средства все-таки использовать использовать их с пользой с пользой как для себя так и для экономики поэтому господа ничего не бойтесь здесь нету ничего тайного секретного или опасного все прекрасно оформляется и можно это все сделать за небольшое время чего и вам рекомендуем поэтому господа вакцинируйтесь защитите себя защитите окружающих берите себя и украин но если вам понравилось на данное видео ставьте свои лайки дизлайки репосте данный материал комментируйте активно и самое главное всем 36 и 6 и да пребудется с вами сила всем пока и коротенький пост скрипту на момент монтирования видео я уже получил 1000 гривен на картку и питремка в монобанке